Дмитрий Татарин 14 февраля 2013 года В этот день, по словам ученых, небесное тело, превышающее размеры Земли в пять раз, пройдет по орбите в опасной близости от нашей планеты. Сила его притяжения будет настолько мощной, что Земля может поменять наклон. Если это случится, то изменившаяся ось вызовет смену магнитных полюсов. И тогда на планету обрушатся невиданные силы наводнения и извержения вулкана. Сметающие все на своем пути смерчи и землетрясения. Это Захарий Ситчин, знаменитый американский ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационное заявление. В Солнечной системе вовсе не девять планет, как считает официальная наука, а десять. По утверждению ученого, кроме всем известных планет, существует еще одна — Нибиру. Она блуждает в космосе по невероятно вытянутой орбите и проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет. К теории Захария Ситчина в научном сообществе отнеслись с недоверием. Астрономы не могли поверить в то, чего не видно в космическом пространстве даже в самые мощные телескопы. Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построения компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 82-м году НАСА допустило существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. Это было всего лишь предположение. То есть по строению Солнечной системы, по строению нашей галактики, астрономы предположили существование этого объекта. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Однако что это такое, астрономы сказать не смогли. Потому что небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Ее движение непредсказуемо. Вот что затрудняет анализ астрономов, которые видят какой-то объект. Но какую разрушительную силу несет этот объект, они только предполагают. И данные о том, что... Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь два года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров. И ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать с помощью той техники, какой был начинен спутник, запущенный НАСА. Какие-то научные выводы о том, что этот объект из себя представляет, как он будет дальше вести, уже стали формироваться после определенного ряда исследований. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты, ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в пять раз. Но самое страшное, через три года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. Однако, если траектория полета Нибиру изменится хоть на полградуса, она столкнется с Землей. Ученые подсчитали, удар космического тела размером с Нибиру не оставит шансов на выживание. И вот если тело размером, скажем, с Луну на скорости всего-навсего 100 километров в секунду врежется в планету размером с Землю, то энергия удара будет достаточно, чтобы всю планету нашу расплескать на мелкие капельки. Предположение, что Нибиру может уничтожить Землю уже через два года, недавно получило доказательство. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают, этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. В 2010-м гипотеза о том, что планета Фаэтон существовала на самом деле и могла погибнуть из-за столкновений с Нибиру, нашла подтверждение. Чтобы собрать доказательства, специалисты НАСА отправили к поясу астероидов специальный зонд. С его помощью ученые обнаружили на каменных глыбах следы органических молекул. А значит, пояс астероидов – это действительно осколки Фаэтона. Мало того, до катастрофы на планете, вероятнее всего, существовала жизнь. Если мы на фрагменте планеты обнаруживаем следы жизни, да еще на маленьком кусочке обнаруживаем сразу же следы жизни, не в виде одной цианобактерии, а целой мата, целой системы этих отложений, тогда возникает крайне интересное предположение, что эта планета, которая была разрушена одновременно с появлением Солнца, уже была населена какими-то формами жизни. Однако, несмотря на все доказательства, до сих пор некоторые ученые ставят под сомнение существование Нибиру. Тем не менее, угрозу из космоса астрофизики не отрицают. Поэтому уже сейчас пристально следят за порядком в околоземном пространстве. Мы очень внимательно теперь смотрим за небом в надежде заранее, задолго до опасного столкновения увидеть то тело, которое может нанести нам роковой удар. И сейчас разрабатываются системы для предотвращения такого удара, для увода опасного тела куда-то в сторону. К сожалению, другие исследователи в своих прогнозах не так оптимистичны. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Ведь спастись от Нибиру, если она действительно несется к Земле, никому не удастся. Специалисты из нас, специалисты из других космических структур, а также представители всех военных разведок мира, эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти достойных представителей Земли. Спасти всех они не смогут.